Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня я хочу с вами кое о чем важном поговорить. Но перед этим зачитаю несколько комментариев с моего канала. Так, топ танков, которые не зашли Джоффу. Бабаха, Та-5 Хэви, ВЗ-5А, Супер Конь. Джофф, из-за твоего нытья и так уже много хороших танков понерфили и повыводили, хватит ныть. В первую очередь нужно убрать нытика Джоффа из игры, как ты задолбал. Джофф, ты в натуре тупой пельмень, вы, конченые вододелы, ныли про арту и ее понерфили, она сейчас идеальна, если убрать стан, то это будет полный кусок говна. Блин, как ты задолбал ныть, игра скатилась из-за нытья вододелов, Джофф сейчас дозвездится, танки порежут, а потом будет ныть, что их порезали. Ты, дебил, донылся на арту, теперь это говно еще со станами дебильными. Давай прекращай ныть, чем больше ноешь, хуже будет. Не дай бог из-за твоего нытя еще один хороший танк понерфят или выведут. Я тебя в реале в Москве найду и отфигарю по самой неболуй. Владосик, скинь, пожалуйста, номерок моему модератору. Друзья, если вы думаете, что это комментарии каких-то отъявленных хейтеров, то нет. Это просто несколько комментариев из-под последнего моего видео на канале. И вы знаете, ребята, читая и смотря на них, я заметил, что за последние полгода наметилась какая-то нехорошая тенденция на многих блогерских танковых каналах у зрителей винить во всем блогеров. Что-то произошло, блогер виноват. Что-то там произошло, опять же, блогеры виноваты. Я бы хотел сейчас обратиться к этим зрителям и сказать вам, ребятки, простое. Ну, ребят, вы не правы. Мало того, что вы не правы формулировке, как вы эту свою мысль доносите, Так вы не правы еще и по существу, потому что вы просто пишете, что какой-то блогер опять ноет, все плохо, мы все умрем. Давайте я просто вам расскажу и покажу, как это выглядит с нашей стороны. Вот, например, я, да? Я заметил такую тенденцию, что я делаю какой-нибудь хвалебный хороший обзор про танк, просто рассказываю, какой он крутой, и обязательно в комменты придет какой-нибудь пятничный подпивкович, который даже грамотно писать не может, или по клавиатуре своими пальчиками попасть не может. И он напишет, что Джофф, ну ты засранец, из-за тебя теперь этот танк понерфит. Ты такой сидишь и думаешь, блин, а какого черта должны этот танк нерфить? Я ведь просто рассказал о хорошем танке, просто рассказал о его плюсах, что типа, давайте, ребятки, качайте быстрее. Но меня во в чем-то обвиняют. Другая ситуация бывает, обратная. Ты делаешь какой-то критикующий негативный обзор и рассказываешь, что этот танк плохой, типа слишком имбовый. И опять приходит в комменты какой-нибудь подпивкович, и опять тебя обвиняют в том, что сейчас из-за тебя этот танк понерфит. То есть, получается у нас, ребятки, противоречивая ситуация. Ты можешь танк похвалить и сказать, что все окей, тебя обвиняют в том, что из-за тебя его понерфит. Ты можешь танк покритиковать и сказать, что он неправильно забалансирован. И тебя опять будет критиковать, что ты ноешь, из-за тебя что-то там плохое случится. Получается, и так неправильно, и так неправильно. И какая-то часть зрителей тебе пишет, типа, вообще не делай обзоры, ты их неправильно делаешь. Почему так? Непонятно. Вы можете, конечно, мне сказать, что Джофф, у них, видимо, логика такая, что вот они думают, что Wargaming тебя смотрит, и поэтому на основе твоих выводов будут какие-то предпринимать действия. Конечно, ребятки, такие случаи бывали. Но это не так работает. Я вам хочу сейчас объяснить, как. Чтобы картошка вообще зашевелилась, нужно единение блогерского комьюнити и вас, зрителей. Как в ситуации с Ёлкой, например. Например, несколько блогеров топовых создали огромную кучу видосов по поводу нерфа Ёлки. Эти видосы набрали огромное количество лайков, там 30 или 50 тысяч. После этого понеслось говно по трубам, по форумам. Поднялась такая общественная буча, общественное мнение всколыхнулось. И после этого разработчики поняли, что просто нерфить Ёлку нельзя. Конечно, в итоге с Ёлкой получилось полная жопа, они её перенерфили. Но сам факт, что разработчики хотя бы немножечко зашевелились и попробовали сделать как-то иначе. А если блогер просто делает какой-то видос, ну просто там очередной обзор. Друзья, это обычная рутина. Да, известно, что Wargaming смотрит видосы блогеров, известно, что Wargaming их анализирует, там смотрит, что как-то рассказывает. Но они очень-очень вряд ли, наверное, в 0,5% случаев будут что-то предпринимать на основе какого-то там очередного обзора. Потому что у них там свои мотивы к каким-то изменениям. Они смотрят на статистику, смотрят на форум, смотрят на комментарии. И чтобы реально что-то изменилось, нужно, чтобы все действовали сообща, как это опять же было в ситуации с ELC-IMX. А такого нет. Поэтому какой-то отдельный видос, это просто отдельное мнение блогеров. И говорить, что Джофф, из-за тебя сейчас что-то случится, это абсолютно глупо. Вы не считаете? Тем более абсолютно глупо говорить, что блогер просто ноет. Ребятки, блогеры не ноют. Я не ною, Амвэ не ноет, Дезертот не ноет. Мы просто высказываем свое личное мнение. Ведь вы за это нас и смотрите. Вы смотрите нас за то, что у нас есть какая-то позиция, свое мнение. И мы его вам рассказываем. Не навязываем, не заставляем поверить. Просто у нас есть свои аргументы, мы их высказываем. При этом некоторая часть зрителей просто без аргументов говорит, что блогер говно, и за него мой любимый танк понерфят. Или, например, другая, друзья, ситуация. Вот как случилось вчера. Я сделал видос 105 танков, ломающих баланс World of Tanks. И эта ситуация, как бы вот эта вот тема, она известна всем. Все киберкатлеты, все статисты, все блогеры об этом говорят на своих стримах. Что бабаха имбалансна, что она просто офигеть как карает. Что Тайпить Хэви это алкотанк, на нем вообще не нужно стараться, чтобы играть. Это чисто артиллерия в виде тяжелого танка. Что Суперконь и ВЗ это жуткие имбы, на которых там разные ликвидаторы и станоки держат, извиняюсь, по 5000 среднего урона за сессию. Что гриль, ну конечно гриль я натянул на глобус, это уже не такая имба, как когда-то было. Но тем не менее, тоже он достаточно токсичный. Но про арту я уж молчу. От этого стана страдают все и у всех от этого жопа горит. В общем, тема общеизвестна и вроде бы доказывать ее не надо было. Но нашлись в комментариях люди, которые пришли и сказали, Джофф, ты не прав. Джофф, ты говно, ты опять ноешь. При этом абсолютно никак это не аргументировали. Чуваки, что с вами не так, алло? Это ведь общеизвестно, ведь я аргументировал, почему. Что с вами, почему вы это вообще написали? Мне просто реально интересно. То есть, я вижу объяснение, друзья, в двух причинах. Первое. Люди не готовы пожертвовать своей личной зоной комфорта. То есть, знаете, это вот есть порода людей, которые хотят всеобщего блага. Но сами ничего не готовы сделать для этого. То есть, есть такая, знаете, старая пословица. Хочешь изменить мир к лучшему? Начни себя. Вот они не хотят начать себя. Реально. То есть, они хотят, чтобы был хороший в игре баланс. Они хотят, чтобы были хорошие карты. Чтобы все было хорошо. Но при этом, когда дело касается их шкурки, они такие, не-не-не. Мой танк, вот этот танк трогать не надо. Вы не правы. Вы все говно. Вы все ноете. С Тай-5 Хэви все хорошо. С Бабахой все хорошо. Их очень мало брендами. С РТой все вообще в идеально. Вы реально, я вот немало комментариев прочитал про то, что Стан не нужно убирать. А то артиллерия совсем будет неиграбельна. Артиллерия неиграбельна. С повышенной точностью. Мда, да, да, да. Друзья, так это не работает. Если вы хотите действительно благо нашей игре, то нужно абстрагироваться от ваших любимых хотелок, ваших каких-то пристрастий, ваших каких-то фаворитов. И действительно объективно на все смотреть. Потому что нельзя все сделать хорошо, но ваши любимые танки не трогать. Но так эти люди действуют. Мне, знаете, мне тут приходит аналогия только с теми самыми любителями какой-то неправильной парковки или обочечниками, которые паркуются где ни по поде, которые ездят так, как им нравится. Но при этом они против коррупции, против взяток, против всего плохого в России. Но при этом ездят как им приходится. Как им нравится. Вот те самые ребята, которых показывают СтопХами. Вот так же само тут. Типа ребята хотят, чтобы все в World of Tanks было хорошо, но когда дело касается их любимого танка, нет, его нерфить не надо. С ним все нормально. Ребят, ну это тоже неправильная позиция. Плюс, вторая причина, которую я вижу, и точнее, наверное, чувствую. Люди приходят иногда на какой-то критикующий обзор с какой-то прям злостью. Прям с таким вот каким-то прям супер-пупер негативом. Они не просто пишут, Джов, ты не прав, потому что вот это, это, это. Они просто прям вот выплескивают его в комментарии. Пишут, Джов, ты такой бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И, и все. И чаще всего аргументов нет, а если даже аргументы есть, то они такие глупые, что они просто вот разбиваются на раз-два. Ребята, возможно, вы немножечко устали. Я на самом деле понимаю, в чем причина. Причина, наверное, та же, что у меня. У вас тоже, как и у меня, горит жопа от рэндома. И вот вы вот поиграете сессию, у вас там турбо-сливы, турбо-победы. У вас что-то может не получаться. Потом вы приходите под видос, видите, что Джов критикует ваш любимый танк. Вам кажется, что из-за этого картошка может что-то там понерфить. И вы начинаете, ну, как я люблю выражаться, какать ртом. Ребят, ну опять же, это неправильно. Знаете, как с этим надо бороться? Так же, как я это делаю. Вот, у меня, если в какой-то момент уж сильно совсем жопа горит от танков, я просто отдыхаю. Пару дней отдохнул, вернулся в танки. Все, ну, может быть, в игре не все идеально, но у тебя прям все нормально. Ты себя хорошо чувствуешь. Или пару дней просто поиграл в пубок. Или поиграл в любую другую игру. Надо просто отдыхать. Тогда у вас не будет так сильно жопа гореть. Тогда вы не будете уставать от этой игры. И в вас не будет накапливаться такое количество негатива и злости. Блин, я, наверное, сейчас какой-то психотерапевт говорю. Но оно реально так. Я вот прям чувствую какую-то злость. Причем люди абсолютно не аргументируют то, что они говорят. Это реально печально и грустно. По итогу, друзья, получается какой-то замкнутый круг. Блогер, тот же я или там любой другой, делает хороший обзор про танк. Хвалебный. Он виноват. Танк скоро понерфит. Если блогер делает негативный обзор про какую-то машину, он опять же виноват, потому что якобы его должны понерфить после этого. Если блогер делает какой-то обзор общей проблемы, World of Tanks, да, там серба голда, фугасы, артиллерия. Не важно что. Он опять же виноват, потому что он ноет. При этом никто не принимает во внимание, что это просто личное мнение отдельного человека. Пусть у него есть огромная аудитория. Но эта аудитория и собралась для того, чтобы выслушивать его личное мнение. Друзья, ну давайте будем честны. Давайте будем объективны. Давайте будем адекватны. Я понимаю, что возможно для некоторых из вас мой призыв к адекватности звучит смешно. Потому что я сам на своих стримах очень часто оскорбляю союзников, ругаюсь и так далее. Ребят, ну вы понимаете, я когда говорю, что какой-то мой союзник днище или олень, я объясняю почему. Потому что он слился в начале боя с нулем урона. Потому что он где-то подставился. Потому что он меня подпер. Или что-либо другое сделал. То есть говорю, что вот он днище, потому что вот так. А вы никак не аргументируете. Давайте, если уж вам что-то не нравится, вы будете это аргументировать. Или давайте, если вы хотите благо для World of Tanks, вы будете объективны. И вы не будете какие-то свои личные пристрастия возводить в абсолют. И вы не будете делать для них исключения. Потому что если делать реально нормальный баланс в нашей игре, то нужно переделывать и Type-5 Heavy, и Бабаху, и Super Conqueror, и Гриля. Кстати, разработчики уже хотят его переделывать. И Вазика 5А. И даже ту самую артиллерию, от которой у всех горит. И у многих моих зрителей. Разве что, наверное, артоводы радуются. Потому что, как говорил тот же супер-пупер артовод профессиональный 19 см из Corma 2. Он сказал, что на арте играть стало проще. Я думаю, его мнение достаточно весомо и о многом говорит. Потому что этот парень действительно умеет играть. Друзья, давайте будем объективны. Давайте не будем какать ртом в комментариях, а будем как-то аргументировать свою позицию. Потому что я, в отличие от других блогеров, я читаю комментарии. Я смотрю, что и как, и кто пишет. И мне действительно интересно некоторые ваши мысли. Но, блин, иногда очень грустно писать и, знаете, читать какой-то сплошной поток злости и ненависти. Который, как мне кажется, люди пишут просто после 15 подряд сливов World of Tanks. Потому что еще, наверное, полгода назад такого не было. А вот как раз вот где-то вот с прошлого лета, когда начались сурбосливы, прям вот люди какие-то стали напряженные и злые. Ну, я подозреваю почему. Потому что у нас вот рандом просто безумный. Но давайте вы не будете сами себя в мозг насиловать и будете периодически делать отдых от игры. Мне кажется, это поможет. И тут вы, наверное, еще спросите, Джофф, а почему такое название у твоего видео? Типа, все блогеры продалось. Ребятки, на самом деле, друзья, тут ответ простой. Я просто хотел, чтобы вы действительно кликнули на это видео и просмотрели его. Поэтому сделал такое вот хайповое название. Но, опять же, есть еще третий тип комментариев, которые иногда у меня изредка. Но проскакивает типа, Джофф, Коко, продался картошке, бла-бла-бла и все такое. На самом деле, мне пишут такое достаточно редко, потому что я не занимаюсь обзорами говнопремов. Вот максимум, что я могу покатать их на стримах и все, и составить какое-то свое мнение. Но иногда пишут. И раз уж мы пошли откровенно с вами разговаривать, да, я могу и эту тему затронуть и сказать, что, чуваки, есть простая ситуация. Когда у тебя канал всего лишь какой-то там 100 тысяч, ты никому нафиг не нужен. Ты можешь делать все, что хочешь, хоть там видосики Панина с животными заливать. Но когда у тебя канал трехмиллионник, все хотят с тобой сотрудничать. Всем от тебя что-то нужно. Там Костинка то сделай, это сделай, это сделай. Поэтому, друзья, и с варгеймингом, и с тем же ютуб геймингом у меня есть сотрудничество. И те, и другие ребята мне что-то просят, что-то присылают, дают какие-то привилегии, какие-то плюшки. В случае с картошкой, эти ребята мне дают пресс-аккаунты, ранний доступ к какой-то информации, приглашают на какие-то там сходки. Дают огромное количество голды, премтанков, разных там новогодних коробок для розыгрыша. И мне, конечно, все это интересно, потому что благодаря этим всем инструментам я могу делать свой контент более разнообразным и более интересным для вас. В свою очередь, они просят от меня какую-то помощь. Помощь в каких-то проектах по типу винбэка. Просят там рассказать про какую-то их акцию. Просят там сделать какой-то обзорчик какого-то их там, ну вот это вот, марафонов этих и так далее. Это не часто, это немного, поэтому я в принципе в этом ничего плохого не вижу. Вот, конечно, я мог бы встать в позу из качества типа, пацаны, я независим, мне от вас ничего не нужно, идите нафиг. Но, как показывает практика, это очень глупая позиция, это позиция такая подростковая, невзрослая. Вот, и те люди, которые имеют хотя бы какой-то свой минимальный бизнес или свое дело, они понимают, что в этом мире со всеми надо уметь договариваться. Вот, такие же мы русские, не обманываем друг друга, да, как в том самом фильме. Вот, и полностью независимым можно быть такой на небитаемом острове. А если ты в какой-то сфере вращаешься, в любом случае тебе что-то от кого-то нужно для того, чтобы делать все круче и работать круче. Поэтому я предпочитаю договариваться и иметь хорошее отношение. И даже несмотря на то, что я ругаю разработчиков, отдел баланса, картоделов, еще там каких-то, и даже несмотря на то, что там у них киберспорт недавно закрылся, то есть люди обосрались. Все равно это всего лишь 5% от тех, кто работает в Wargaming. А есть еще 95% людей, которые вообще к этому отношению не имеют, которые, и многие из этих людей я знаю, они реально хорошие, с ними реально приятно общаться, с ними реально приятно делать дела. Они реально горят своей работой и очень сокрушаются, когда идет что-то не так. И вот с ними мне реально приятно работать. Ну, потому что они реально люди, с большой буквы. Поэтому, друзья, писать комменты, что Джо в Коко-Коко продался, ну, можно, конечно, это ваше право, но мне кажется, это какой-то максимализм. Потому что в любом случае, когда ты вырастаешь до каких-то пределов, да, больших, всем от тебя что-то нужно. И можно или просто закрыться и быть полным аутистом и ни с кем не общаться, ну, или быть адекватным человеком, общаться, выслушивать людей и говорить, окей, ребятки, давайте баш на баш, давайте бартером работать, вы мне это, я вам это. Вот и все. Такие вот, ребятки, дела. Надеюсь, этот видос откликнется у вас в сердце. Я не буду просить у вас лайков на этот видос, дизлайков, там, подписок на канал, чего другого. Я просто прошу вас принять мою позицию и понять, что, блин, я не понимаю, почему. Вот, на самом деле, главное, это то, что вот первая часть видео. Вот, я не понимаю, почему некоторые из вас пишут со злостью прямо такие вот комментарии. Ну, мне это реально неприятно, потому что мне не пофиг. Потому что, несмотря на то, что у меня 3 миллиона, я все равно во время стримов читаю чат, стараюсь его читать. И даже несмотря на то, что у меня 3 миллиона, я все равно под своими видосами черкую комментарии, анализирую, смотрю, что я сделал правильно, что я сделал неправильно. Вот, единственное, что я вас прошу, не судите меня строго за эту прическу. Я сегодня просто в парикмахерской был, и мне стыдно. Поэтому, на следующей неделе побреюсь на волоса. Может быть. Спасибо, что посмотрели. И удачи в комбоев. И не горите в рандоме, как я. Играйте в удовольствие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok